Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули на мой мукбанг. Сегодня у нас бигбон и роллы. Я один раз снимала подобное, я макала роллы в соус бигбона и получалось это очень вкусно. Поэтому решила повторить. Также у нас мидии здесь. В общем, все самое лучшее собрано в этом видео. Я надеюсь, что вам понравится и вы тоже попробуете сделать так же. В детстве этот бульон я выпивала. Хотя мама ругалась, со мной спорить было бесполезно. Мне настолько нравился этот бульон. Не могла держать себя в руках. Мама ругалась и говорила, что это нельзя есть и так далее. Я про себя думала, вот вырасту. Никто не будет мне ничего указывать. Буду завтрак, обед и ужин роллтон. Мама говорила, например, это вредно. Я думала, блин, кто умер от роллтона? На самом деле, какие мы раньше были дети. Что для нас было важно. Думали о какой-то ерунде. Вот реально. Только с возрастом понимаешь, как родители были правы. Во всем. Возможно, меня смотрят и девчонки, и которым и по 10, и по 12 лет. Так вот, все, что говорят ваши родители, они говорят правильные вещи. И не послушав их сейчас, вы потом пожалеете. И так во всем. Например, мне во втором классе прописали очки. Я их не носила. Вернее, носила. Наверное, где-то месяц. Потом меня мой одноклассник начал назвать очкариком. И в этот период очень важно было носить очки. А теперь у меня один глаз очень плохо видит. Второй видит хорошо на 100%. Поэтому, как бы, дискомфорта в жизни это не вызывает. То есть, я спокойно хожу, спокойно читаю. Могу везде, то есть, существовать без очков. Но это нагрузка на один глаз. Если я бы в то время носила очки, то сейчас бы такой серьезной проблемы бы не было. Ну, конечно, я не носила. Хотя можно сейчас сделать операцию и восстановить свое зрение. Мой один одногруппник сделал. Сейчас видит прямо на 100%. Хотя раньше без очков вообще не видела. Просто это как-то, не знаю, пугает меня. Я видела пару видео, как делают эту операцию. У меня стало настолько страшно. Я подумала, блин, ничего страшного. Похожу в очках. Еще я смотрю на Ольгу Бузову. Она тоже, например, носит очки. Хотя она может найти такого специалиста, который 100% сделает ей все хорошо. Мало ли что. Я в последнее время начала смотреть YouTube-канал. Там рассказывают истории инвалидов. Другой человек, например, при ДТП, не дай бог, стал инвалидом. Потерял руку, ногу. Кто-то болеет раком и так далее. И люди как бы рассказывают свои истории, как они узнали о своей болезни. И вот реально смотришь эти видео и думаешь, блин, слава богу, все хорошо. Вообще мы людям очень быстро привыкаем к хорошему. Мы считаем, что так и должно было быть всегда. Во всем это так. Например, раньше у меня мама спокойно жила без смартфона. И когда я говорила, давайте куплю смартфон, лет где-то, наверное, 5-7 назад, я говорила, нет, зачем мне надо, мне это все не интересно, мне это все не нужно. Сейчас попробую ее оторвать от TikTok, попробую оторвать от YouTube. Ко всему хорошему привыкаю. Кроме одного момента в моей жизни, вот я ко всему могу привыкнуть. Все я воспринимаю как уже данное, но вам, скорее всего, это покажется очень глупым и тупым. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, делаю себе макияж, я просто радуюсь тому, в каком состоянии моя кожа. Я просто настолько мечтала об этом. Вот люди с идеальной кожей, они меня не поймут и просто покрутят у виска. Но насколько это приятно, насколько это была моя мечта, может понять только человек с проблемной кожей. только человек, который действительно очень задрался с проблемами с кожей. Только этот человек может меня понять и как-то, не знаю. Такой обалденный мукбанк. Я так кайфую от того, что ем. Это вообще класс. Например, первые несколько дней, когда я купила квартиру, я просто не могла поверить в это. что без ипотеки, без ничего. У меня есть квартира. И одна девочка под прошлым видео написала, что, Айка, ты радуешься, когда получаешь деньги, которые дают тебе квартиросъемщики. Хотя эти деньги, это твои деньги, которые еще долго не окупятся. Да, соглашусь с вами. Понятное дело, что я вложила, поэтому получаю деньги, и никто мне их не дарит. Это, конечно, все понятно. Но, вы знаете, мне очень повезло, потому что резко подорожали квартиры. У нас была война, кто не в курсе. Вот после этого немножко экономика ослабела. Естественно, все подорожало. Также стройматериалы. Поэтому квартиры очень сильно подскочили. Если я сейчас продам квартиру, я конкретно хорошо наварюсь на этом. очень большая разница. По идее, сколько прошло? В мае я купила июнь, июль, август, сентябрь. Получается всего 4 месяца. И за эти 4 месяца реально настолько подскочили цены, что я в шоке. очень вкусно. Зачем я притащила соевый соус, непонятно. Я понимаю, естественно, что я получаю как бы проценты от того, что я вложила. Но квартира-то сама тоже с каждым днем дорожает. Правильно. Днем дорожает. Просто WWE «Dialog» «Dialog» «Uf», « Диана» «Hchop» «Hchop» «Angy» «Dialog» «Hchop» «Nioog» Давайте я отвечу еще на один вопрос. Вопрос задают Евдокий. Евдокий, вам огромный привет. Привет. Айка очень интересно, как ты отрастила такие длинные волосы. Если не сложно, порассуждай на эту тему в видео. Вы знаете, у меня всегда были волосы где-то до груди, и они у меня почему-то не росли ниже. Точнее, они, наверное, росли, но они обламывались, и длину как таковую я не видела. Вот. Поэтому я как бы очень хотела отрастить волосы, смотрела видео, и все говорили о том, что если хочешь отрастить волосы, постоянно подстригай кончики. Получается, отсюда они у меня отрастали настолько, и я подстригала столько же, иногда даже больше кончики. Где-то лет пять я так делала, а потом я обнаружила, что как-то не очень. То есть ничего не меняется. Потом я решила просто не стричь волосы, и где-то, наверное, года два не стригла, и просто я обнаружила, что они у меня супер длинные. Поэтому в эту теорию я как-то не очень верю, что чтобы отросли волосы, надо подстригать кончики. Ерунда это все, мне кажется. Полнейшее причем. Единственное, что я делала в течение этих двух лет, каждый вечер старалась наносить на кончики масла от бандин. Питывая это масло, они не обламывались, и поэтому волосы отросли. А сейчас я не представляю себя с короткой стрижкой. В общем, на этом все. Я поела, наелась, доела big bone. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока.